Наш последний в этом блоке выступающий я вас представлял вчера. Это протеори Алексея Мински, состоятельный в храме с протеорицем в Москве. И в том числе руководитель, довольно известный, любящий автор очень многих книг. Некоторые из этих книг, кстати говоря, прямо здесь можно восстанавливаться. Плюс к этому, где собеседник является еще и викторником Святого Кемеровского Рославного Геннеза Бородинской. Пожалуйста. Дорогие друзья и коллеги, еще раз здравствуйте. Сегодня я хотел бы поговорить, может быть даже немножечко поусуждать на такие чисто логические темы христианской педагогики. Ребенок в семье христианской и ребенок в церкви. Почему, мне кажется, это важно? Ну, потому что, в общем, в основном собравшиеся здесь и я, мы, в общем, христиане, родившиеся как христиане совсем недавно. И не имеющие за своей спиной долгой христианской семейной и церковной традиции. Поэтому обращение к традиции для нас – это всегда обращение к совершенно чужому и неизвестному нам опыту. И обращение к традиции воспитания детей в церкви, обращение к традиции воспитания детей в христианской семье для каждого из нас – это не наш опыт, который мы видели, скажем, в лице своих собственных родителей, своих собственных бабушек и дедушек. Поэтому нам приходится очень и очень тяжело. Нам приходится, ну, с одной стороны, что-то придумать себе, с другой стороны, искать ответы на вопросы, которые возникают перед нами ежедневно. И перед нами очень большой соблазн искать ответы на эти вопросы там, в прошлом, в поколениях тех христиан, которые с нами не связаны жизнью, кровью, в том числе традицией. И здесь могут возникнуть для христианских родителей и для детей в этих семьях довольно сильно проблемы, о которых я и хотел бы сегодня поговорить. Итак, следует признать, что, в общем, разделяя во всеми понимания того, что означает духовное развитие, духовное воспитание, не существует. Вкладываем у него часто различные смыслы. Тем не менее, очень многие родители серьезно занимаются духовным развитием детей, поскольку сами живут духовной жизнью и желают, чтобы их ребенок шел по этому пути вместе с ним. Другие родители, не являясь людьми церковными, тем не менее хотят как-то приобщить ребенка к вере, к христианству. И поэтому записывают его либо, скажем, в воскресную школу, либо в православную гимназию. Духовное развитие юного человека – это очень хрупкая сфера, существование которой практически невозможно, если самые близкие люди, родители, пребывают за ее или делаем. Это как родной язык. Мы не учим детей специально говорить на родном языке. Не отдаем их с рождения в особенные специальные русские школы для младенцев, чтобы они начали говорить по-русски. Дети начинают говорить на родном языке, потому что так говорят их родители. Точно так же мы не учим ребенка каким-то особым формам приличия. Дети как утки впитывают все, что они видят вокруг себя. Неудивительно, что у людей культурных, и дети говорят на литературном языке, любят себе разные книги и слушают хорошую музыку, потому что такую музыку слушают их родители. Духовное развитие ребенка складывается совершенно по такому же принципу. Если сами родители живут напряженной духовной жизнью, то и ребенок незаметно для себя начинает этому подражать. Другое дело, что у многих нынешних родителей, пап и мам, нет опыта воспитания детей в вере. Зачастую родители сами приходят к Богу в достаточно зрелом возрасте и свои первые шаги в духовной жизни делают вместе с детьми. Они начинают читать Евангелие, приучаются ходить в церковь, осмысливать свою жизнь по-новому, и им, конечно же, хочется, чтобы и дети двигались в том же направлении. И допускается, естественно допускается, очень много ошибок. Одна из них – это восприятие духовной жизни как приходящего чего-то извне. Родители искренне полагают, что если их ребенок что-то узнает о Боге и о церкви, ну, например, в воскресной школе, то он непременно этому научится. Однако все не так просто, потому что духовная жизнь, она имеет свои законы. Духовную жизнь, в общем, нельзя постичь по учебникам, как какую-то школьную дисциплину. Ее можно воспринять сердцем, как саму жизнь. Дети действительно приобщаются к ней через семейное воспитание, но только в том случае, если родители сами приобщились к этой духовной пище и питают ее своих детей. Духовная жизнь при этом не свод жестких и незыгревых правил. Это не комплекс аскетических упражнений, которые накачивают духовные мышцы. До тех пор, пока сами родители не ощутят сладости духовной жизни, они будут передавать своим людям лишь свое представление о ней. тогда не стоит удивляться, что поначалу ребенок будет воспринимать молитвы, походы в храм только как занятную ролевую игру. а потом со временем это ему надоест. Для ребенка гораздо важнее вещи содержательные. Например, он должен понимать, что такое молитва, понимать смысл богослуживания и церковных таинств, осознавать, что такое связь человека и Бога. И ребенку на его уровне какая-то вот эта вот вещь, вот эти вещи могут быть доступны. Но только родители должны очень хорошо понимать, в какой мере ребенку доступно постижение вот этой истины. Если ребенок идет к причастию, то с того момента, когда ребенок начинает разговаривать и общаться с родителями, он должен хоть что-то понимать, когда он принимает Святой Танец. Все это призвано, конечно, делать родители, а значит, они должны это сами знать и поделиться своим знанием с малышом, исходя из его опыта восприятия. Мы же не цитируем, скажем, уголовный кодекс, когда хотим объяснить ребенку, что такое хорошо, что такое плохо. Это делается другим языком на другом уровне. То же самое правило, применимое к духовной жизни. Чем меньше кодексов и чем больше живых слов, тем лучше для всех. Иногда считается, что, скажем, есть какие-то стереотипы такие, которые входят в жизнь христианской семьи. Ну, один из таких стереотипов, например, что все родители неофиды, предположим, которые будут раскрытаны в традиции, хотят, чтобы, когда у них родились дети и подросли, чтобы все вместе читали молитвенные правила. Скажем, все мы собираемся всей семьей, наша семья – это малая церковь, и тогда мы все должны вместе читать молитвы утром и обязательно все вместе читать молитвы вечером, а также совместно читать Евангелие. Ну, как идея, конечно, это звучит красиво. Как картинка – это сверхблагочестивно. Это очень умилительно, когда на это смотришь со стороны. Но чаще всего реально в семье, особенно где есть разновозрастные дети, где родители работают и живут в разном ритме, просто невозможно. И поэтому здесь надо хорошо понимать, какую задачу я ставлю перед собой, когда я молюсь вместе с детьми. Чего я хочу? Красивой картинки? Благочестивого образа? Или я хочу, чтобы была молитва? И тогда вот сам смысл может разрушить фору, который готовый, восприятие которой готовый родитель. Поэтому, в общем, молитва совместная. Она не должна быть каким-то торжественным мероприятием, которое вместе собирает обязательно всю семью. К этому не обязательно даже стремиться. Мы можем так делать, но иногда. Мы можем эти вещи попробовать осуществлять, но не как обязанность, которая существует. Потому что, конечно же, очень хорошо и замечательно, когда время от времени вся семья встает по какому-то поводу на молитву. Ну, например, в воскресный день по каким-то причинам семья не смогла пойти в храм. А таких причин бывает много. И тогда это повод для того, чтобы в воскресенье, собравшись вместе, родители и дети немного вместе соборно, церковно помолились и восхвалили воскресенье Христа. Объясним детям, что сегодня день Божий, воскресенье. И так получилось, что в храм мы не смогли пойти. Но давайте вместе отметим этот день. 5 минут, 3 минут общей радостной молитвы без всякой ежедневной обязанности. И тогда дети почувствуют радость. И тогда дети поймут, что молитва – это, прежде всего, радостное общение с Богом. Тоже касается и детского поста. Ну, очень много в церкви вообще правил. Вообще очень много неких таких вот установлений, которые обязательно для всех христиан. И так легко научиться в эти правила играть. Взрослые очень любят играть в церковные правила. Взрослые очень любят использовать установления, не подумав, зачем они учатся. Потому что так и вообще так хорошо войти в состояние жизни церковного служебного круга и так вот спокровенно, размеренно, уверенно, бездумно по этому церковному кругу ходить. От поста до поста, от пасхи до пасхи, от исповеди до исповеди, от причастия до причастия, совершенно будучи уверены, что это и есть духовная жизнь. И таким же образом они пытаются вот в этот круг хождения включить своих детей. В духовную жизнь это не это. Это не хождение по церковному кругу. Духовная жизнь – это хождение за Христом. И не всегда эти вещи абсолютно друг с другом совпадают. И поэтому, когда ребенка, родители своим желанием хотят поставить внутрь церковного круга, непонятно его просто детских сил, это может принести опять-таки только время. Есть очень важная вещь. Бывает так, что, ну и так, к сожалению, бывает часто, что очень многие семьи живут пока еще не любовью, а таким вот представлением о ней. И так происходит, если к жизни люди приходят с заранее приготовленными такими лекалами. И вот такие схемы, лекала, которые имитируют настоящее, вот, они очень легко применимы, очень легко имитируют любовь к ребенку, очень легко быть в этом даже уверенным. Бывает, что вот к формированию таких схем приводит благое желание жить по всем выверенным канонам, о котором я уже сказал. Однако даже самые благочестивые литературы, самые добрые примеры в данном случае могут показаться плохими помощниками. То есть, ну, например, если родители прочитали, как воспитывали преподобного Сергия Ратомишского, и начинают применять это как руководство к действиям, вот, то вы можете себе представить, что может случиться с нашим ребенком. С другой стороны, есть всегда оправдание для тех детей, которые плохо учатся. Преподобный Сергий до какого-то времени плохо читал. И, в общем, тогда благочестивых христианской семье это тоже может быть нормально. И вместо того, чтобы с ребенком заниматься и развивать его как ученика, ну, тут просто можно помолиться преподобного сердца, например, заказать водосвятые молитвы. Вот. И родители при этом совершенно не задаются вопросами, что у них существуют дети с неповторимыми особенностями, что они не знают даже в каких нравственных условиях они растут, какие у них интересы, сколько им лет, наконец. И детей начинают, в христианских семьях такое случается, дрессировать и натаскивать, извините, на святость. Возможно, родители имеют самое прекрасное, доброе желание вырастить в свои родители хорошими христианами, хотя под спутниками присутствует и стремление показать и других, что такое настоящая христианская семья. Сами-то родители никогда в детстве поэтому не жили. Сами-то родители никогда не имели опыта детского поста, детской молитвы, о хождении в храм, о расстоянии на службах. Но им очень хочется, чтобы их дети были примерно для других. И поэтому начинается вот эта вот дрессировка своих детей. А когда ребенок, например, в храме, ну не может он стоять десять минут, больше десяти минут спокойно. Это же ребенок, нормально. Но если он начинает себя плохо вести, на него окрушивается родительский гнев. Тогда ребенок старается заслужить родительскую любовь, прежде всего. И в тех местах, где родители, а здесь не утребуют, ну как бы сказать, образцы правила веры, быть правилами веры. Ребенок совершенно замечательно начинает играть во все эти вещи, чтобы заслужить просто родительскую любовь, родительскую похвалу, родительскую. Конечно, дети видят, как родители реагируют на их хорошее поведение в церкви. Но зато потом, когда его родители не видят, когда он выходит из церкви, когда он на другом обществе, у него уже не хватает сил внутренней, у него уже не хватает его детского характера на то, чтобы быть таким человеком уже всегда. И получается у ребенка сразу двойная жизнь. Подростки наши замечательные. Только кажется, что они уже взрослые. И эта иллюзия взрослости дает родителям какое-то такое состояние… они приводят в состояние непонимания. Родители говорят, что ты же уже взрослый, ты уже должен все понимать. Подросток ничего не должен понимать. Более того, это то самое время, когда человек меньше всего понимает самого себя. Но если у него уже пробивается щетинка, предположим, а девочка уже тайно накрашивает себе губки и ходит на каблучках, родителям кажется, что они должны мыслить как родители. Это огромная ошибка. Дети в этот момент живут совсем по-другому. Они себя понять не могут. У них все слетает. Все вещи, которые они воспринимали до этого, совершенно спокойно, без всякой рефлексии, без того, чтобы задавать вопросы, вдруг начинают задавать вопросы. А ответов они на них не находят. И это раздражает родителей. И вот этот момент раздражения родителей на своих детей, которые совсем себя понимают, является основным источником конфликта. Здесь это очень надо хорошо как-то почувствовать и понять. Потому что в этот момент дети обязательно будут делать ошибки. Потому что они стараются научиться жить самостоятельно. А вот это желание жить самостоятельно вызывает у родителей страшный беспокой, с одной стороны, и дикое раздражение. Почему? Потому что ребенок не становится таким, каким он хочется быть. Родительские амбиции здесь рушатся. Родительские амбиции здесь погибают. Потому что тот замечательный ребенок, мальчик или девочка, который до 12 лет, так замечательно сидел показывать, так хорошо пели в церковном хоре, так замечательно ходили на службу. Как все умилялись и говорили, какие у вас дети. Вдруг вот это все прошло, и родители уже больше нет возможности себя хвалить. Ведь когда говорят, какие у вас дети, значит, какие вы родители прекрасные. И тут все кончилось. И тут кончаются родительские амбиции. И тут родительской гордыни терпят ужасающий фиаско. А дети остаются детьми, от которых отворачиваются в этот момент родители, потому что дети не удовлетворяют их родительских амбиций. Почему мой ребенок перестал ходить в храм? Почему мой ребенок не хочет больше читать утренних молитв? Почему мой ребенок не идет на избытие? А какая катастрофа? Это не катастрофа. Это просто к этому надо отнестись, понимаем. Так, так, так может быть. Так чаще всего и бывает. Потому что те игры, которые ребенок играл ради родительских амбиции, кончаются. Он хочет убедить в родителях настоящее. Настоящие ответы на настоящие вопросы, которых родители не имеют. Почему? Потому что они их никогда не задавали. Им было спокойно вот в этом церковном круге, им было комфортно вот в этом церковном круге, где на все вопросы уже даны ответы. где все понятно, где так удобно быть христианином, где так спокойно вот в этом вот замечательном, прекрасном церковном круге, который один и тот же, от поста до поста, как все это благочестило, как это хорошо, как это приятно вообще исповедоваться. Взяли так, и тебе грехи простили. Как это замечательно причащаться. Конечно же. Ты же получаешь божественную благодать. И у тебя уже нет вопроса. Раз ты уже христианин и делаешь все так, как тебе сказала церковь, у тебя не может быть вопроса. И вот они начинаются. Потому что сразу возникает вопрос, а зачем мне причащаться? Говорит Двукрепанов в 13 лет. А зачем мне исповедоваться? А почему я должен ходить в церковь? А почему я должен молиться? И эти вопросы никогда родители по-настоящему, глубоко, серьезно, экзистенциально не задавали себя самими. Потому что церковь всегда воспринималась ими, прежде всего, как место, где тебе будет еще лучше. У тебя есть жизнь, у тебя есть что-то такое хорошее, замечательное. А церковь, твое качество жизни улучшает. Вот ты приходишь к плохим в церковь, возвращаешься к хорошим. Ты приходишь бессильно. Возвращаешься к хорошим, больно и ничего. А если что-то непонятно, ты берешь книжку, где написано, «Вопросы батюшки». И среди тысяч вопросов находишь тот, который более-менее говорит, а, понятно. Значит, нам поступать вот так. Хотя этот вопрос был задан совсем другим человеком, и ответ на него был человеком кто-то другой. И это ужасная вещь, потому что дети начинают задавать вот эти серьезнейшие вопросы, которые начинают раздражать родителей. И вместо того, чтобы родители вместе с ними часто научились честно на них отвечать или, по крайней мере, приняли вот эту форму отношений, как возможную форму отношений родителей и детей. Родители отстраняют от себя своих детей. И тогда на эти вопросы отвечают улица. Тогда на эти вопросы отвечают совсем другие люди. Потому что там есть свое понимание, что церковь – это какая-то глупость. что все эти христиане какие-то лохи. Понимаете? Что все, что происходит у вас – это какое-то просто полное безумие. Потому что там есть хотя бы такие ответы на эти вопросы. Эти вопросы для тех людей осмыслены. Они, может быть, неверные. Они, скорее всего, ошибочные. Но это ответы на те вопросы, на которые не ответили родители. И поэтому вот в нашем отношении к детям всегда необходимо честность по отношению к самим себе прежде всего. к своей вере, ко Христу, к Церкви и к тому, что делает каждый из нас, когда он молится, когда он постится, когда он разговаривает с Богом, когда он идет на исповедь, когда он готовится к принятию Христовых тайн. И бывают такие моменты, когда, ну, в общем, необходимо дать ребенку свободу. Вот в этом страшном периоде. Когда необходимо ребенка отпустить. Когда необходимо ребенку дать возможность ошибиться. Потому что Бог каждому из нас дает возможность ошибиться. Мы просто боимся ошибиться. вот. И поэтому мы не делаем ничего. Мы не идем никуда. Мы не живем только из-за того, что мы боимся ошибиться. Для нас ошибка – это значит двойка. А ведь у нас с Богом другие отношения. Бог не боится, когда мы ошибаемся. Он знает, что мы будем ошибаться. Он дает нам возможность ошибаться. Но только вспомните, то при чем таланты. Когда Господь раздает таланты, трем своим слугам, господин. Это значит, что Он дает деньги для того, чтобы эти люди рискнули. Вложив эти деньги, принесли какую-то прибыль. И каждый из них мог ошибиться. И каждый из них мог эти деньги потерять. И каждый из них мог нанести ущерб своему господину. И только один не ошибся. Потому что он эти деньги закопал. Нет даже возможности ошибиться. Я тебе отдаю то, что ты мне дал. Потому что ты человек жестокий. Ты ставишь двойки. Вы понимаете? А ведь у всех остальных была огромная возможность риска, ошибки, потери. И при этом Бог идёт нам это доверие человеку. И в этом смысле мы должны быть мужественными по отношению к своим собственным детям, вырастающим. Им нужна свобода. Их надо отпускать. Им надо давать в том числе вот это пространство для ошибки. Потому что ошибка – это не конец. Ошибка – это часто переосмысление того, ложного и новостного, что тебя к этой ошибке привело. И очень важно бывает тогда, когда человек поднял свою ошибку, вдруг приобретает ценность смысла, вдруг находит через это осмысление самого себя и своей веры. И поэтому это даже не так страшно, когда дети делают ошибки. Потому что если в нормальной христианской, нормальной живой семье в ребёнка заложены какие-то глубокие вещи настоящей живой веры, то не страшно, если ребёнок ошибётся и даже на какое-то время из церкви может уйти. Потому что, как сказал преподобный Авра Горофеев, семена добродетели неистрепимы. Спасибо вам. Мой первый вопрос отцу Алексею. Я на самом деле в этом опросе ссылаюсь отчасти на отца Хрисанфа. Отец Хрисанф говорил в своём выступлении о том, что, наверное, может быть, одна из самых идеальных школ, которая может быть, это школа, которая как бы частная христианская школа. И я понимаю, что я совершенно здесь не объективен, потому что мы сегодня тоже учимся в такой же школе. тем не менее, вопрос, который, как мне кажется, здесь достаточно важен, это школа, она может, ну, как бы такого рода школа, она может, с одной стороны, оградить ребёнка от, как бы от смущения, от вызовов внешнего мира, ну, считаешь, как с меня может и сделать. Но в то же время всё равно ребёнок, как во время учёта этой школы, так и после учёта этой школы, он всё равно будет сталкиваться с внешним миром. То есть у него есть друзья во дворе, у него есть тренировки, на которые он ходит и так далее, и так далее. И в внешнем мире может быть какая-то определенная токсичность. И для того, чтобы там металлическая деталь могла в токсичном мире выжать и сохранить свою форму, и сохранить свои свойства, она должна быть в известной степени закалена. И вот где найти этот правильный баланс между, с одной стороны, благочестием, а с другой стороны, вот процессом закалки. Вопрос, который сейчас было задать. Спасибо большое за очень важный вопрос, которому, конечно, можно посвятить тоже достаточно большое количество времени. Ну, конечно, жена не очень многих родителей отправится своих детей в православную школу, как в некое такое особое такое место, как некий такой духовный парник, где он бы не был заражен всякими такими веяниями всего мира. И где он был воспитан в такой особой среде, где его лучшие, замечательные качества действительно был процвета. Ну, мы прекрасно знаем, что парниковые растения не живут в другой среде, как в парнике. И если мы оставим свою целью, по цели своего воспитания и образования создать именно такие условия в православной школе, мы, конечно, проиграем. Мы проиграем этому миру обязательно, потому что школа, она не гетто, школа, не аквариум, школа, не пространство, выгороженное из мира, как и церковь. Вы понимаете, церковь от мира не закрыта, церковь от мира не отгорождена, церковь, наоборот, открыта этому миру, иначе мы бы не спаслись. Вы никогда не попали, если бы в церковь, скажем, был фейс-контроль, и пускали только хорошие их, понимаете. А здесь примерно то же самое со школой. Школа должна так и церковь. Вот здесь, мне кажется, очень важная аналогия. Христос о себе говорит, никого не называйте отцом. Здесь об отечестве прекрасно, говорит Франческо тут замечательно. Вот. Никого не называйте учителем. И об учителстве сегодня все говорят. Вот. Только один у вас отец, только один у вас учитель, только один у вас наставник – Христос. А ведь эти все вещи – это же школьные вещи. Это же вот о школе говорится по-настоящему. Вот именно школа созидается таким образом, как семья, как отечество, в том числе учительское учительство и водительство. И церковь живет теми самыми принципами. Мы все учимся у Христа быть отцами. Мы все учимся у Христа быть учителями. Мы все учимся у Христа быть наставниками. Начиная от настоящего отца, которым я являюсь, как многие здесь сидящие. И кончая тем, что я еще и священник называют отцом, потому что я священник. Почему не называть? Ну, потому что истинному отечеству можно только научиться, им нельзя просто родиться. Нельзя просто родиться отцом. Нельзя просто родиться учителем. Нельзя просто родиться наставником. Этим можно только стать по-настоящему только в Христе. И поэтому то, что имеет школа – это же имеет и церковь. Потому что церковь – это школа, где мы все учимся этому отцовству, этому водительству. Поэтому принцип церковности не в том смысле, как принцип уставности, а как принцип семейственности. Когда школа имеет с собой семью, когда школа живет принципом семьи, когда между учителем и учеником, между родителем и школой не выстроены специальные барьеры. Барьеры школьные – это же замечательная вещь управленческая. Через это, через предпоставление учителя-родителей, учителя-ученика, вот в обычной средской школе выстраивается система управления. Школой такой легко руководить, такими людьми легко руководить и манипулировать. Так можно общаться с родителями с высокого пятистана. Но когда это христианская школа, то в этой школе прежде всего рождается, а школа рождается как семья. Школа рождается как семья, потому что вот есть у кого поучиться, потому что есть тот, кто сказал, что кроме него нет другого отечества. И это значит, что тогда школа может быть с проблемами поведения детей. Это значит, что в школе может присутствовать какая-то такая конфликтность в этой школе, как она может присутствовать в семье. Это значит, что школа – это не ставит своей задачей стерильное поведение ребенка, а ставит своей задачей принцип отношений. Принцип отношений вот этих вот замечательных. И тогда дети учатся жизни по-настоящему у своих родителей и учителей, и все у церкви. И поэтому здесь очень важно, что когда школа, она еще и евхаристична, когда дети, родители, учителя все вместе могут причащаться на божественной литургии, когда все от единой чаши могут причащаться. Опять-таки не потому, что это уставная вещь, а потому что это смысловая вещь. Мне кажется, вот это единственная возможность как-то просто воспитания детей как христиан, а не ограждение их. Школа не должна ставить своей задачей оградить. То есть одной из задач, конечно, является степень ограждения детей от всякой гадости. Это понятно. Но это не должна быть главной и единственной задачей школы. Алексей, большое спасибо вам, что вы в своем сообщении напомнили об опасностях, которые подстерегают родителей на их пути. И у меня все-таки вопрос очень конкретный, который относился бы, наверное, к первоначальней теме вашего выступления. Итак, как все-таки говорить с детьми о Евангелии? Вы знаете, с детьми о Евангелии можно говорить с самого раннего детства. Дело в том, что, опять-таки, мы можем говорить о таком семейном прочтении Евангелия, не как о прочтении Евангелия, вот как некого уставного мероприятия, и семья там садится за столом, и отец вслух читает новую Евангелие. Нет, конечно. Детей с Евангелием можно ознакомить с самого раннего возраста. Ну, потому что, ну, как, в нормальной семье детям всегда читают перед сном. Обязательно. Если это нормальная семья, то там обязательно детям читают перед сном. Обязательно приходит мама или отец. В течение долг. Вот моим детям там, они до 17 лет требовали, чтобы читали перед сном. Вот. Но они, при этом, в компьютер тоже играют. Ничего. Я бы не видел страшного. Вот. И когда вот есть этот контакт с ребенком через слово, через книгу, через общее переживание, тогда вот в это же чтение перед сном включается небольшой евангельский отрывок. Очень небольшой, выбранный родителем. А, евангельский отрывок. И если там, вот в семье, там, примерно, там, три ребенка, которые в одной комнате засыпали, то это есть возможность родителя с детьми сразу по этому поводу поговорить. Вот. Это не просто сказка перед сном, а это возможность такого задушевного родительского разговора о Боге. И здесь всегда вот этот разговор о Боге, это не просто чтение Евангелия, а это такая, вы знаете, вот как в Малой Церкви, это такая проповедь после евангельского чтения. То есть не специально придуманное, не специально составленное заранее. Знаете, как священники часто пишут, там, вечерами, там, длинные тетрадки, потом, которые зачитывают после чтения Евангелия. Нет, это живое переживание Слова Божия. Потому что у детей не может не быть вопросов, а или у родителей к детям по этому тексту. И вот с этого переживания, в общем, переживание Евангелия семейного, мне кажется, потом рождается интерес у самого ребенка к чтению Евангелия потом. Вот так вот, Леша, я по-другому не знаю, как ответить. Вот я из опыта своей семьи просто говорю, потому что, когда мы так прочитали Евангелие в нашей семье, ну вот, там, мой старший сын в 13 лет уже там апокалипсис, прощел так, от корочки до корочки, потом там взял руки в ветвь, Лизавет. И вот этот вкус к Слову Божию, он очень-очень как-то, так сказать, был настоящим живым. Вот, ну, я всегда против всех схем. Я не хочу, чтобы мои слова воспринимать исключительно как общее правило для каждого. Мэй лейтсель конвертси päeval oli juttu sellest, et inimesed on muutunud. Каасаэг, не именам, не наурсамates стoolides, кui veel мõned põльkunad tagasi. Кooli tulevad lapsed, kes just kui juba on ristil, aga nad on ise, kellegi teise ohpid. Меге, кui, упетад, ja ka vanemate küsimus on, et kuidas neil oleks nii palju, kuidas hakkida juurde jõudu, et kasvada, et nad oleksid armastuse tõttu, võimelesid minema ristile ja ja see läbi oma elu täiuseni viima. Kuidas kooli saab anda jõudu lapsele, et et oma elu täiuseni viiks, jumalikustumiseni. I'm tempted to say that I think it's always been hard and that we tend to look at the past we're not living in as if it was in some ways a kind of golden age. And it probably never was. I think the only thing I think I want to say is this, that it was, I think one of the problems of modern society is that the, is that, oh sorry, you need to tell me, yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. And the, I'm starting again, so that's really, what I, my first thought is this, that I think we always, I think we've always thought that the age that we're living in is the most difficult age to live in. And we tend to look back to the past in a rather idealistic way. But, having said that, it does seem to me that the society that we live in is a society that, well certainly, the society that I live in in England, and I suspect the same is true for many parts of the West, as it were, is a society that lost a lot of the structures that, how can I put it, and it's structures that gave people a clear message that they were accepted, valued, loved. And I think that, I've taught for 40 years in university, and that's certainly the other end of the teaching from children, but it doesn't mean that the competitiveness that has entered into university life has been very destructive of these structures of support. I mean, my experience with teaching research students, supervising research students, is that what they really need, often they don't get, and that is a sense that what they're doing is worthwhile. So, it's easy, one of the things that research students need, and they often don't get from the structures, the competitive structures of university, is a sense that what they're doing is worthwhile. And I suspect that that goes very deep, the competitive world in which we live nowadays, I think, probably goes right through the education system. And I think that's something that you really would have to do. But I didn't resist or compensate for, because people can't, nobody can fulfill their true worth, unless they feel that they are themselves worthwhile, that they are themselves loved. That's my answer. Thank you.